19 апреля Киров с рабочим визитом посетил полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Вместе с губернатором они посетили ведущие фармпредприятий Кировской области «Наналек» и обсудили, как обеспечить стабильность в экономике области. Полпред положительно оценил принимаемые регионам меры по противодействию санкциям. Оказание помощи тех программ, которые работают в области на уровне федеральном, мы видим, что область активно включилась в эту работу и дает ей предложения. И финансовые последствия с точки зрения источников финансирования, с точки зрения показателей прибыльности и рентабельности работы предприятий, мы видим, что внимание должное на уровне руководства уделяется. Предприятие «Наналек» специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов и является одним из лидеров по производству педиатрических вакцин в России, а также препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, что важно для стабильной поставки лекарственных препаратов на российский рынок в период санкций. Губернатор сообщил, что на предприятии планируют создать научно-образовательный центр, корпус для студентов и целый жилой микрорайон. Проект поддержал и полпредпрезидента. Вопрос обеспечения жителей нужными лекарствами – приоритетная задача. Если мы обсуждаем вопросы обеспечения лекарственными препаратами, о чем Игорь Анатольевич уже говорил, у нас и в области производится достаточно большое количество, то мы это обсуждаем не между губернатором, министром и директором аптеки, а приглашая в том числе пациентские сообщества. И мы знаем реальную картину, которая обстоит с препаратами не только в областном центре, но и в районах области. Губернатор отметил, что в скором времени региону понадобится больше специалистов рабочих профессий, таких как токарь, сварщик, электрик, животновод. Важная составляющая – возможность переобучить людей у области есть. В целом ситуация во всех сферах региона контролируемая, отметил Игорь Комаров. В области присутствует оборонная и химическая промышленность, сельское хозяйство и лесозаготовка.